Всем здравствуйте! Людмила Паргина улетела на отдых. Впрочем, спокойно понежиться на морском побережье у нее не получается. Все из-за певицы Азизы. Звезда на днях заявила, что у нее был тайный роман с покойным Николаем Караченцевым. Азиза уверяет, ради нее актер готов был бросить Паргину и уйти из семьи. Людмила Андреевна в интервью впервые рассказала о том, что связывала Азизу с ее мужем. Скандальное откровение Азиза сделала в шоу «На самом деле». Певица уверила Тимура Еремеева, что в свое время Караченцев упорно добивался ее руки и сердца. Ухаживал долго и красиво. Он был уверен, Азиза ответит ему взаимностью. «Я видела, что он чистен со мной», – заявила артистка. Люда знала о наших отношениях. Мне кажется, он и не скрывал. Но вскоре об этом узнала моя мама. Она сказала, на чужой беде счастье не построишь. Певица ослушаться мать не решилась. И чтобы забыть о Караченцеве, улетела в Америку. Сегодня Азиза уверяет, она не жалеет об упущенных отношениях с актером. Считает, что поступила правильно, решив не уводить актера из семьи, в которой рос сын. Людмила Паргина об откровениях Азизы уже наслышана. Впрочем, особого значения им не придала. Людмила Андреевна уверена, никакого романа с певицей у ее мужа никогда не было. По словам Паргиной, отношения с Азизой у актера были лишь приятельскими. «Ха-ха-ха и еще три раза ха», – смеется Паргина. «Мне даже больше добавить нечего. Никакого романа между ними не было. Людям сейчас делать нечего, негде зарабатывать». Вот они и стараются получить хоть какие-то деньги таким образом. Когда Саша Абдулов ушел, у него сразу несколько любовниц нашлось с детьми. Моразм какой-то просто. По-моему, пандемия подействовала многим людям не на легкие, а на мозги. Паргина заявляет, если бы Караченцев увлекся Азизой, она бы об этом узнала первой. Но он никогда не говорил ей о своей симпатии. «Ну что вы?» – смеется Людмила Андреевна. Он даже и подумать не мог крутить с ней романы. «Поймите, Азиза – это совсем другой мир. Мир шоу-бизнеса. Там другие мозги, другое воспитание. Ни о каком романе речи быть не могло. В этом я абсолютно уверена. Более того, я это докажу на детекторе лжи». Впрочем, Паргина не скрывает, с Азизой Николай Петрович при жизни общался. Более того, он периодически бывал на ее выступлениях, куда приходил вместе с Паргиной. От концертов темпераментной звезды получал удовольствие, но не более того. Мы много раз сходили на ее концерты, продолжает Паргина. Замечательная, красивая женщина, прекрасная певица. Жаль, что у нее так трагично случилось с певцом Игорем Тальковым в Санкт-Петербурге. Но слава Богу, что она выжила после этого кошмара и вышла снова на сцену. Работает, и дай Бог, чтобы так продолжалось дальше. По словам Паргиной, к тому, что у Караченцева якобы регулярно появляются новые любовницы, она привыкла. Поэтому всерьез откровения новых женщин уже не воспринимает. Меня не обижает признание Азизы нисколько, вздыхает Паргина. Люди, извините, лживы, они готовы зарабатывать на всем. Мне совершенно не страшно встретиться с Азизой лично. Я готова выйти с ней на бой. Более того, я сама хочу с ней встретиться на детекторе лжи. Я не против, чтобы наша встреча случилась в студии на самом деле. Посмотрим, как она чудно будет фантазировать. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.